Микс Ньюс. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работ в прямом эфире. Председатель комиссии Сейма по народному хозяйству Ральф Немеро из партии КПВРВ у нас сегодня в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, может быть сначала такой вопрос, который, я думаю, вам, наверное, часто задают коллеги, может быть, избиратели и друзья, и знакомые. Вот создана вот эта вот рабочая группа по анализу ситуации, не нужно ли задействовать какие-то механизмы помощи и предпринимателям, и наемным работникам в цвете ковида. Но многие говорят о том, что, когда задаются вопрос, почему до сих пор не введена чрезвычайная ситуация, и, наверное, вы тоже слышали такое расхожее мнение, ай, наверное, правительство не хочет тратить деньги, потому что раз объявляется чрезвычайная ситуация, нужно вводить более жесткие ограничения для бизнеса, значит, нужно платить компенсации, пособия попростую. Вы с этим согласны или все-таки не настал момент вообще для введения чрезвычайной ситуации? Ну, давайте посмотрим на эту ситуацию, как бы с такого, как бы немножко назад, как было в марте и феврале, когда цифры были, может быть, даже десятикратно меньше, тогда чрезвычайная ситуация была введена, поскольку это было что-то совершенно новое, непонятное, весь мир не понимал, какая там будет, как развиваться будет инфекция и так далее, насколько и она опасная. Ну, сейчас мы прожили первый, как бы вот этот уровень, да, и сейчас, конечно, надо было уже давно подготовиться и эпидемиологически, и по больницам, и, в принципе, по вопросам экономики. Но в этом случае, я думаю, что у правительства сейчас есть возможность использовать очень большие ресурсы денежные, с Европейского Союза, я думаю, что больше это вопрос не об этом, но и локализовать, может быть, сейчас мы видели, что в ЦЕСИС, Краслова, если я правильно помню, Гулбана, вот там, может быть, надо какие-то, ну, как бы такие правила ужесточать и вылавливать тех людей, которые заболевшие, инфицированы, их лечить. Но не надо, как бы, закрывать совершенно всё, людей, опять же, прогонять домой, и в этом плане, если мы прогоняем людей домой, тогда они всё равно будут идти в магазин, всё равно они будут инфицироваться, всё равно они будут болеть. Значит, или мы боремся уже с людьми, которые заболели, их лечим, или, наоборот, пытаемся поймать тех, которые инфицированы, и с этими людьми превентивно работать, и тоже весь ресурс на это, как бы, и целенаправленно ставить. Так что, я думаю, что здесь, ну, более или менее надо было подготавливаться намного больше, и, честно говоря, многие тоже люди обращаются и говорят, мы не понимаем, что будет с детьми, да, то есть, они пойдут в школу, не пойдут, какая разница, вот до первого, до шестого класса там они могут идти, после седьмого нельзя. Ну, как бы, нету такой консеквенции, да, и в этом плане, чем больше таких непонятных регулировок, чем больше непонятных регулировок, тем больше люди не понимают, что же мы хотим сделать, куда мы идем, зачем нам это надо, кто-то уже протестом занимается. Ну, это совершенно правильно. Это да, вы абсолютно точно подметили, потому что, если даже взять, вот, министерство образования, ну, что значит рекомендация, там, пятый, шестой класс, какие-то модели, А, Б, Ц, если вы этим процессом отвечаете за этот процесс, ну, скажите четко, что мы рекомендуем, не знаю, пятым, шестым классом там заниматься только два раза в неделю очно, или вообще тоже пускай уходят на удаление, но что-то надо сказать четко, когда говорят, ну, вы там смотрите как-то сами, тогда возникает вопрос, а есть у нас правительство в такое тяжелое время или нету? Совершенно верно, но как же, что же значит, вы там разбираетесь сами, да? У правительства, конечно, есть намного больше ресурсов, я думаю, в плане и эпидемиологической консультации и так далее. Здесь нельзя оставлять волости, ну, муниципалитеты, вот решайте сами, делайте, что хотите сами. И очень хорошо сейчас помню дебату, который у нас здесь происходил в вашей студии предвыборной, и мы как бы говорили, как решать процесс, и вот я совершенно согласен с вами, что здесь возможно решать вопросы по, может быть, утренняя смена, вечерняя смена, может быть, например, какие-то классы идут в одно время, другие в другое время, тогда мы понимаем, что в школе дети бегать не будут, встречаться не будут, инфицироваться не будут. На данный момент, ну, регулировка непонятна, я думаю, что у Министерства образования в этом плане еще очень много надо работать, но с другой стороны, эту работу надо было уже сделать до этого, поскольку было понятно, что вирус будет возвращаться. Почему? Потому что этот вирус очень активен при 9,8 градусов. Если летом у нас 26 и так далее, тогда… Понятно, что он не очень активен. Конечно, да, а сейчас он опять становится очень активен, и что мы видим? 250 человек и так далее, да, то есть работа не сделана в этом плане. Да, вот еще одна тема, наверное, очень актуальна, особенно учитывая и ваши инициативы, которые были еще и до пандемии, это злополучно ОИК, коэффициент обязательно закупки. Насколько далеко вы продвинулись в том, что все-таки вот этого ОИК больше не было? Потому что есть разные мнения. Кто-то говорит о том, что вот как-то попытка все этот вопрос не решить, отложить полумеры. Вот на каком этапе сейчас вы находитесь? Вы знаете, очень правильное решение было подать этот законопроект в СЭИМ. Почему? Потому что в министерствах происходят рабочие группы, послерабочие группы, послерабочие группы, еще рабочие группы. Куда это все идет? Это идет как бы мяч в длинной траву, и там все, и никуда не продвигается. Закон, когда подан в СЭИМ, в СЭИМе есть очень строгая, жесткая процедура в том плане, что есть сроки подать свои инициативы, и происходит первое чтение. Первое чтение уже произошло. Вот до 19 октября можно было подать свои предложения, но там очень интересные разные предложения есть. В принципе, перенести все на бюджет, опять же, перенести на жесткую регулировку с Кабинета министров на закон. Ну, это же как бы детали, но я как бы скажу, как в большом, то есть на большую картину смотреть. Мы сейчас идем на процесс, чтобы ОИК ликвидировать. Вообще как таково. Здесь есть одна проблема, которая уже существует много лет, что в некоторых муниципалитетах станция, которая производит тепло и производит и электричество, как бы очень тесно связана. То есть, если у них отбирать ОИК, они будут возвышать тариф на тепло. Это не на всех, но на нескольких муниципалитетах такое существует. Поэтому мы это можем тоже решать локально, смотреть на эти тарифы. И мы уже тоже в предвыборном времени говорили, как получается так, что мы в Риге, например, платим за Бауск, где производится электроэнергия и издается тепло. Но какая нам разница там? То есть, вот эти кросс-субсидии, они существуют, мы их тоже хотим решить. Вопрос непростой, но в любом случае сейчас все продвигается и продвигается. Я вижу, что чем дальше мы продвигаемся, тем больше плохого пиара появляется. Там всякие такие измеклающие, радиумсы, например, на ТВ-30, на КПРСОН. И сейчас очень активность становится. Не знаю, может быть, это как раз и связано с тем вопросом, что мы движемся вперед. Потому что я не хотел бы, чтобы журналисты были бы уже связаны с такой проплачиваемой информацией. На Ваш взгляд, удастся ли уже со следующего года ликвидировать это ОИК? Вы знаете, я… Не получится ли так, как многие говорят? Ой, ну сейчас одного кармана переложим в другое. Просто возрастут тарифы и все. В этом плане я думаю, что вот сейчас у нас есть в 19-м закончился срок для подачи предложений. Сейчас мы их будем рассматривать в комиссии. Я думаю, что все-таки там будет довольно долгий процесс, поскольку все депутаты будут хотеть высказаться, и это важно. А также в СЭМе есть такое юридическое бюро, которое указывает на то, что дебаты должны происходить, чтобы не получилась какая-то неправильная ситуация потом в конституционном суде. Ну, хорошо, мы это все проведем. И я думаю, что в этом году, может быть, с пандемией и всеми законопроектами, которые связаны с пандемией, нам сейчас надо решать, может быть, не успеем, но следующий год уже будет намного активнее фаза. Да. Ну, сейчас, как мы знаем, идет бюджет, активно обсуждается, и бюджетный пакет. Что касается налогов, вот, естественно, есть два мнения. Одни говорят о том, что, в принципе, вот эта налоговая реформа в свете пандемии получилась достаточно мягкой. Да, другие говорят о том, что не надо было, к примеру, трогать микропредприятия. Да, понятно, что, наверное, какая-то реформа налоговой системы микропредприятий нужна, но не столь жесткая, как было предложено сейчас Министерство финансов, которое фактически, ну, большинство на микропредприятии закроется после этого. Вот как вы все это оцениваете? Вы знаете, мы в комиссии тоже этот вопрос рассматривали, и я не поддерживаю позицию Министерства финансов, объясню почему. Почему? Потому что налог на микропредприятии был создан в предыдущий кризис, это был 2008-2009 год. Почему он создавался? Поскольку был кризис, чтобы люди могли бы все-таки заниматься бизнесом, все-таки платить налоги, все-таки у них был бы налоговый режим, который довольно просто… Это лучше, чем они за пособием придут, да. Ну, конечно, то есть человек работает, занимается своим делом, у него есть возможность тоже прокормить семью и так далее. Я думаю, что сейчас мы тоже очень хорошо понимаем, что сейчас кризис, мы должны обязательно сохранить этот налоговый режим. Возможно, да, сейчас дискуссия идет о том, что надо какой-то взнос в социальный бюджет тоже произнести, чтобы… Ну, мы понимаем, что тогда пенсия проплачивается самому себе, да, то есть и разные другие пособия социальные. Хорошо, это мы все понимаем, давайте дискутировать об этом вопросе. Но не наоборот сейчас просто прекращать этот режим, который, самое главное, есть очень просто администрируемый. И люди, которые занимаются бизнесом, они не всегда бухгалтеры, которым заниматься этим делом. Потому вот они все-таки не только из-за низких процентов этот налог выбирали, но и из-за простой администрации. Я думаю, что надо сохранить, но дискуссии сейчас будут происходить. И я думаю, что в этом плане возможно, что будет очень много разных мнений, и там считать голосов надо будет очень-очень четко, поскольку может и получиться всякое. Да, вот что касается еще, может быть, поддержки малого и среднего бизнеса, и может быть, крупного тоже, вот в это драматическое время. Вот мы знаем, что правительство неоднократно уже помогало под разными соусами и аэрболтик. Сейчас нужно, видимо, вкладывать деньги в Латвию и Дзельсию, чтобы поддерживать инфраструктуру. Ну вот одни считают, что это правильно, поскольку, например, у нас есть национальная авиакомпания, вроде бы надо ее поддерживать. Другие говорят о том, что это несоразмерная помощь, учитывая, сколько помогает остальным сферам бизнеса, вкладывать сотни миллионов в аэрболтик, это уже чересчур. Вот как вы считаете, где вот тот баланс поддержки государственных предприятий и частных предприятий? Вы знаете, мое мнение личное такого, что мы должны сохранять, поддерживать большие предприятия, которые связаны с инфраструктурой. Если мы говорим о авиаиндустрии, тогда мы должны поддерживать не авиакомпанию, а авиаиндустрию как инфраструктуру. В этом плане я говорю, что это, например, наш аэропорт. Если мы смотрим на то, что говорит отрасль туристическая, они говорят, нам полностью все равно, с кем заключать договора. Или с Визаэр, или с Луфтханза, или с Рейнаэр, или с Аэрболтика, полностью все равно. Нам самое главное, чтобы кто-то там летал. Чтобы кто-то там летал, надо, чтобы наш аэропорт был бы все время поддержан на высочайшем уровне. Вот там мы, может быть, должны бы вложить деньги. Но если мы хотим сохранить национальную авиакомпанию, так что мы, как бы сами себя, вот в этом плане проплачиваем сами себе деньги. И это не особенно честно, если смотреть с точки зрения конкуренции насчет других авиакомпаний. Но если мы смотрим на большие проплаты, тогда я вижу, что малый и средний бизнес все-таки в предыдущее время был оскорблен. В том плане, что они обращались к госслужбам доходов, и нормативы были настолько жесткие, что многие просто не попадали под возможность получить пособие. А с другой стороны, вот эти большие предприятия, они всегда получали, поскольку они работают уже 20-30 лет, например, и у них все хорошо. То есть, они заведомо были в такой выгодном положении. Конечно, очень выгодном положении, поскольку большая компания, большие взносы, то есть, история компании и так далее. Ну, а какая разница, если человек занимается бизнесом, например, 2 года или там полгода, но он развивается, и сейчас пандемия идет требовать какое-то пособие, и ему говорят, что ты как бы не попадаешь под эти пособия. Это как бы неадекватно разделены ресурсы в этом плане. Мне вообще кажется, что вот если наступает такой вот кризисный момент пандемии, что сначала нужно все-таки помочь и бизнесу, и вот наемным работникам, людям, которые остались без работы, потом уже разбираться с налогами. Это ведь все-таки другое, да, речь не идет просто о каких-то там пособиях в обычной жизни, правильно? Конечно, конечно, и в этом плане я думаю, что здесь же очень просто. Или люди будут приходить за пособием, или им немножко помочь в бизнесе, и они будут сами себя прокармливать, или, ну, то есть, получать какой-то денежный размер. Так что я думаю, что намного проще администрировать этот сам процесс, если человек сохраняет свой бизнес, а не идет вот уже как бездарбнекс, да, то есть, за пособием, но это же неправильно. Да, вот тоже была дискуссия, что касается ПВНа, ну, я так понимаю, что пока только поддержано было вот это предложение, что оставить ПВН 5% на свежие овощи и фрукты сезонные, но было предложение, насколько я знаю, 5% ввести на основные продукты питания, там, молочное, мясное, вот, как бывает, прокомментирую, я так понимаю, что вы тоже поддерживали этот льготный НДС, да, ПВН? Да, ну, в этом плане было два вопроса. Один вопрос был снизить НДС на общественное питание с 21% на 12%, и в этом случае отрасль сама говорила, что у нас, к сожалению, в отрасли есть теневая экономика, но мы не хотим больше платить, ну, то есть, мы хотим платить всё честно, и потому, ну, дайте нам возможность, и возможность была вот эти 12% НДС. Второй момент, который был, ну, был, значит, мясо, яйца, молоко и ещё что-то, я сейчас точно не помню, но там поставить 5%. Я считаю, что, опять же, мы должны смотреть, какой мы хотим эффект получить. Если в молоке и переработке яиц там практически нету теневой экономики, тогда, к сожалению, мясо, мясопереработки, продажи свежего мяса, есть цифра даже 40-45%. Это сумасшедшая теневая экономика, в этом плане, если мы тоже снижали бы НДС, это просто фантастика, и если мы снижали бы ПВН, я думаю, что в этом плане и предприниматель, который занимается как раз свежим мясом, он бы тоже смотрел бы больше на переориентировку на белую экономику и платил бы налоги. И в этом плане мы бы видели даже такой позитивный эффект, нежели негативный. Это уже показало свежие овощи, да, и фрукты. В этом плане тоже там была теневая экономика, но сразу, когда снижался НДС, в тот момент и многие предприятия начали платить налоги. Значит, здесь уже, как бы, история у нас есть, надо было просто принять это. Да. Вот еще такой вопрос, что касается вообще... Да, давайте примем звонок, потом одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Да, пожалуйста. Я могу задать вопрос Райфа Немира? Да, пожалуйста, конечно. Вот такой вопрос. Что он думает по вопросу о аренде земли? Когда все этот бардак кончится? Вы имеете в виду аренда земли под домами, да, которого третьим лицам принадлежит, да? Да. Так называемая проблема разделенной собственности. Да, годами еще, я помню, уже последние 10 лет разные парламенты пытались решить, но никак не удавалось. Вы знаете, ну, я буду пытаться ответить на этот вопрос, но он, в принципе, конечно, адресуем господину Борданцу, министру юстиции. Да, поскольку это как раз его ответственность. Насколько мы знаем, значит, это вопрос, цена вопроса 280 миллионов, чтобы от этого раз и навсегда отказаться. Сама проблема очень актуальная, поскольку, если мы смотрим на Пурциямс особенно, да, там вообще очень много земли под домом принадлежит третьим лицам. Там проблема в том, что Рижская дума тоже не имеет возможности обустраивать эти земельные участки, потому что вложить деньги в чужую недвижимость Рижская дума не имеет права. Так что этот вопрос, конечно, нужно решать через Министерство юстиции, разные там дебаты происходят, но очень тоже долго, как-то не видим в Сэйме, мы никакого продвижения в этом плане. Есть законопоек, который долго обсуждается, меняется редакция, название, но ничего не происходит. Ничего не происходит, совершенно верно. Вот в этом плане, конечно, я думаю, что тут намного активнее. Если мы смотрим с точки зрения Министерства экономики, тогда один раз был этот вопрос по жилому толпу Ира, то есть об аренде жилья, и в этом плане там уже есть продвижение. Конечно, тоже немножко еще дискуссии там происходит, как там лучше и так далее, но там хотя бы какое-то движение. Но в этом плане я совершенно согласен, что здесь ничего не происходит, к сожалению. Рак Немерова у нас в студии, я вижу, что звонки есть по двум телефонам, короткая пауза, не переключайтесь. Рак Немерова у нас сегодня в студии, продолжаем ровно о прямом эфире, много звонков, будем их принимать. Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер, я звонил по поводу Земли, почему-то прервались, я не понял. Я хочу дополнить свой вопрос. Меня интересует, когда Семь наконец извинится перед 400 тысяч граждан и жителей Латвии за воровство Земли, которое совершилось при помощи его закона, который он был пропихнут при помощи коррупции Семьи. Потому что Семь был куплен полностью. Да, ну речь, видимо, идет об этой истории 90-х годов, в которой тянется денационализация и так далее, к сожалению. Я думаю, что да, но в этом плане все голосования за каждый законопроект можно посмотреть в сайма.лв, в том числе и те, которые голосования происходили в тот период. И там очень просто видно, кто голосовал за, кто голосовал против. И, между прочим, многие в то время депутаты, которые проголосовали, они сейчас активно еще действуют в политике. Так что я думаю, что им, может быть, этот вопрос надо было бы актуализировать и ответить, конечно. Да. Вот очень хороший, может быть, вопрос, то, что вы затронули, может быть, старое поколение политиков, так можно сказать. Вы все-таки принадлежите вот к этому молодому поколению. Насколько вам кажется, достаточно, ну не знаю, достаточно происходит смена поколений в латвийской политике? Ну, в каждой партии оно происходит немножко по-разному. То есть, здесь надо смотреть просто на каждую партию, не в целом, да? Я думаю, что больше, больше да, потому что, видите, избиратель, группа избирателей у каждой партии немножко все-таки различается. Если либеральный голосовый избиратель, он все-таки уже более молодой, может быть, таким образом… Погрессивный, да. Или непрогрессивный, должен сказать, консервативный, или, может быть, такой христианин, или в регионах люди, которые живут, они все-таки больше смотрят на таких политиков, которые уже много, и они симпатизируют им больше, которые уже политики больше времени. То есть, перемены сейчас происходят, если мы смотрим на много партий, тогда они меняются. Сейчас в Сейме новые 66 лиц в этом созыве. Ну, разные тоже возрастные, как бы, вот градация. Ну, мне трудно сказать, мне кажется, сравнить 12-й с Сеймой сейчас, который 13-й возраст намного снизился, поскольку многие говорили, что это как бы клуб пенсионеров, но перед тема. Ну, я не знаю, я так как бы не говорю, но все-таки сейчас намного моложе. Да, вот, может быть, такой вопрос, который я хотел задать. Вот, если мы говорим вообще о стратегии, я знаю, что Министерство экономики этим занималось. Вот какой должна быть стратегия с точки зрения вот этой вот политики жилища? С одной стороны, есть свободный рынок, но мы видим, что очень много молодых семей, но они не могут, не квалифицируются на получение кредитов на большую сумму, потому что жилье довольно дорогое, но, может быть, вторичное жилье советское не столь дорогое, но для многих и это неподъемная сумма. Там 50, 60, 70 тысяч, понятно, что нужно иметь какой-то доход, чтобы даже получить этот вот кредит на единственное жилье. Какой должна быть политика государственного? Ну, знаете, я когда был министром экономики, мы работали над разными программами, которые возможно было использовать через АЛТУМ, и мы добавляли средства из бюджета в том числе, и как же они выглядели? Выглядели через гарантии банкам, во-первых, во-вторых, через льготы на разные платежи, например, в том числе платеж в земельные книги, тоже был 0% через эту программу, и как гарантии кредитов, которые можно получить, и добавка, например, если человек не имеет права. Если мы смотрим на вообще такую тоже большую картину, тогда, к сожалению, регулировка законодательная в Эстонии и в Литве намного привлекательна для частного инвестора. И частный инвестор, может быть, и хотел бы здесь строить многоэтажные дома, но если не отрегулированы отношения между квартирой съемщиками и собственниками недвижимости, к сожалению, инвестор выбирает другую страну и туда и уходит. Но, в принципе, если мы смотрим на цифры, тогда с 1991 года до сегодняшнего дня построено только 4% от всего жилого фонда. Так что, если мы смотрим даже на регионы, тогда там ситуация все-таки в миграции, внутренней миграции происходит. Многие уезжают с деревень на Пилсад, в города, ну там Кулды, Иго, Далго, Пилси и так далее. И христиане занимаются уже большими площадями земли. Но в этом плане, конечно, жилой фонд должен развиваться. И пока регулировка не пройдет через третье чтение, но сейчас этот процесс уже идет. Я думаю, что тогда мы увидим уже какой-то скачок. Но в любом случае финансовые средства с бюджетом тоже должны на эту программу выделяться. По-другому мы не сможем развить жилой фонд. Но это тоже вопрос финансовый. Да, вот тоже такой интересный вопрос, что будет доступно, я так понимаю, по крайней мере со следующего года, эти средства дополнительных фондов стабилизации, которые выделены на борьбу с последствиями пандемии. Я так понимаю, что Латвия уже в следующем году сможет из этих двух миллиардов грантовых денег уже что-то использовать. Но всегда, наверное, возникает вопрос о том, как это сделать с умом. Потому что понятно, что можно эти деньги, условно говоря, насколько это возможно, так сказать, проесть. А можно вложить в поддержку, не знаю, стартапов, инноваций, чтобы мы что-то начали производить. Вот как вам кажется, есть у нас какие-то интересные перспективные проекты, которые мы могли бы действительно начать производить? Потому что при всем уважении, не знаю, к желающим построить концертный зал или тюрьму. Видимо, нам нужна, может быть, тюрьма, нужная концертный зал. Но это не то, мне кажется, что даст добавленную стоимость. Я с вами согласен в плане того, что если мы ставим тюрьму в первую очередь и не думаем о жителях нашей страны, которые, наоборот, законопослушные, тогда, наверное, мы немножко идем в сумасшедшее направление. В этом плане я видел эскиз проекта, и я считаю, что там есть очень много интересных вещей и на инновации, и на стартапы, и на поддержку разных предпринимательностей, действий. Сейчас идет немножко дискуссия о процентах. То есть, ну здесь надо две вещи отметить, которые очень важны, поскольку Европейский Союз эти средства видит как 60 примерно процентов, чтобы шли бы на зеленую энергию, а также на утепление жилищных домов и энергоэффективность. Значит, мы имеем примерно 40 процентов, которые мы имеем возможность разделить на поддержку предпринимательной деятельности. Но вот эти главные линии мы уже, к сожалению, с Европейского Союза имеем, и Европейский Союз, поскольку дает нам деньги, мы не имеем права немножко вникать в тот нюанс. Потому что это уже решено в Европейском Союзе. Но, в принципе, все равно мы здесь можем что-то правильное вложить. Да, потому что мы ведь должны видеть и понимать, что и Эстония, и Литва, они тоже конкурируют с Латвией. Они тоже будут вкладывать деньги в предпринимательные действия. Они тоже будут пробовать по возможности получить больше отдачи от вложенных денег. И если мы будем от этого процесса отставать, тогда, к сожалению, через 2-3-4 года мы еще больше даже будем видеть, что мы отстаем, поскольку были неправильно вложены деньги. Сейчас этим занимается Министерство финансов, тоже вот эти планы смотрит. Но курс, конечно, сам курс ведет премьер-министр, и будем смотреть, как там будет получаться. Может быть, такой последний вопрос. Посмотрим, как по времени. Да, ну вот такой вопрос, который, я думаю, вам, наверное, задают часто, и, может быть, избиратели. Как вы видите будущее КПВ, ОВЭ? Понятно, что, наверное, какие-то перемены в партии назрели, и с учетом, может быть, рейтинга, и общей ситуации. Вот как вы это дальше видите? Вы знаете, мы тоже сейчас начинаем подчеркивать ту идеологию, которую мы хотим менять. Во-первых, мы не хотим быть той партией, которая где-то рисует красные линии. Это слишком долго уже происходило, вот потому мы видим, что здесь есть возможность наших избирателей тоже говорить об этом процессе, и что, в принципе, мы такая партия, которая готова сплочать, а не разобщать. Второй момент, что мы хотим сейчас подчеркивать то, что мы особенно поддерживаем маленький и средний бизнес. Второй, так же само, если мы смотрим на регионально, тогда мы хотим подчеркивать то, что мы тоже поддерживаем маленьких и средних христиан, потому что тоже вопрос очень важный. И в этом плане, если мы смотрим на переименование партии, тогда это абсолютно важный процесс, потому что многие еще считают, что Артус Кайминч или Алдес Гобзем с нами. Ну, это уже история, наверное, полтора года назад это все происходило. Но все равно люди это не знают. Не знают. И я не думаю, что нам надо об этом много говорить, поскольку этот процесс больше не существенный. Это была история. Сейчас мы идем в другое направление. Вы не ориентируетесь только на протестный лекторат, который был, допустим, раньше, или на движение Гобземса. Да, я думаю, что здесь протестный электорат больше связан уже с господином Гобземсом. Он очень радикальный оппозиционер в плане, ну, то есть в СЭМе, как он выступает. У него есть иногда и правда, да, то есть я не говорю, что он совершенно неправильные вещи говорит. Иногда есть правда, да, то есть, но не всегда, то есть просто крича можно чего-то добиться и показать потом свой результат. Так что я думаю, что мы на протестный электорат уже не сможем ни претендовать, ни мы хотим как бы туда продвигаться. Все-таки у вас, я так понимаю, вы больше такую хозяйственно-экономическую, прагматическую, да? Вы знаете, это да, потому что, видите, как я руковожу в Народно-хозяйственную комиссию. У нас есть министр экономики, у нас есть министр внутренних дел, да, и мы всегда подчеркиваем то, что надо бороться с теневой экономикой, но не в плане-то кнута, да, то есть, но в плане пряника, поскольку здесь есть возможность сделать изменения в налоговой системе, и люди будут рады платить налоги напротив того, что если им просто будут налоги взвышать, но это никогда не… мы ведь видим макроэкономические показатели, если взвышаются налоги, взвышается сразу процент теневой экономики. Наоборот, происходит тоже, но до какого-то, конечно, до какого-то понятного рубежа, поскольку все-таки полицейским учителям, медикам нам платить все-таки надо. Надо, это правда. Да, вот еще, может быть, такой аспект успеем обсудить, или такой вопрос в последнее время, наконец-то, через дискуссии о том, что вот эта попытка капитального ремонта финансовой системы, ну, завела нас из одной кранности в другую. Ну, раньше было там, не знаю, бесконтрольное движение средств и в теневой экономике, и не в теневой. Сейчас у нас, по-моему, обратный процесс, но мало того, что мы там покончили с резидентами, плохо ли это хорошо, может быть, другая тема, но теперь уже начинают страдать и жители Латвии, и бизнес. Счета не открывают, счета закрывают, инвесторов распугивают. И что здесь сейчас нужно делать, что нужно менять, и нужно ли? Вы знаете, да, вот в этом плане мы тоже в комиссии рассматривали этот вопрос, поскольку капитальный ремонт сейчас уже переремонтировались. Да, да, перестарались явно. Да, явно перестарались. Иногда получается так, что многие периоды Латвия бежала вперед паровоза, да, и перерегулировка уже происходила. Так что в этом плане мы думаем, что надо соответствующие государственные институции тоже выслушать, почему так это происходит. Потому что если мы сравниваем, и я знаю предпринимателей, у которых закрыли счет здесь в Латвии, они его открывают в Эстонии или в Литве. Ну извините, это же тот же самый Евросоюз, это вообще Балтийские страны, тогда у нас есть проблемы здесь. И в комиссии мы сейчас уже смотрели, обозначили несколько уже проблем. Второй вопрос, который сейчас становится очень актуальным, то, что многие банки уже требуют довольно большие денежные средства за просто рассмотрение самой процедуры от 30 до 3 тысяч евро. Просто просмотреть, открывать ли счет, да? Просто рассмотреть, открывать ли счет. Это потому, что тоже и банки перерегулированы, да. То есть банк, конечно, тоже имеет свой бизнес, они хотят зарабатывать деньги, но если регулировка настолько жесткая, они тоже требуют намного больше ресурсов. И на эти ресурсы, к сожалению, надо выделять денежные средства. Так что все всегда в регулировке. Я думаю, что в какой-то момент мы будем видеть, что эту регулировку надо будет ослаблять. Ослаблять, да. Ослаблять, поскольку сейчас уже совершенная перерегулировка происходит. Вот вы уже упомянули, что ваш представитель возглавляет Министерство внутренних дел, это господин Гергенс. Мы видим, что там тоже происходит ротация, много изменений происходит. Вот на ваш взгляд, позволит ли это укрепить систему МВД и улучшить расследование, в том числе, громких дел? Ну, последний, я думаю, мы все помним, это трагический случай с адвокатом Павлом Лебенком. Вот как вам кажется, удастся ли все-таки сделать, не знаю, работу полиции более эффективно и мотивировать людей приходить работать в логанах за них дел? Да, ну, значит, вы правильно сказали, сейчас сегодня проходит 40 дней с того момента, когда убили моего друга и коллегу Павла Робенокас. Как раз 40 дней сегодня, да? Сегодня 40 дней, да. То есть, и, к сожалению, да, но это тоже еще одно громкое дело, которое мы видим, что будет ли результат, очень я сомневаюсь. Ну, хорошо, если смотрим на всю систему МВД в целом, тогда мы видим то, что, вот, например, если мы смотрим на пожарный депо, ну, там, к сожалению, ситуация, да, там, ну, страшные обстоятельства, где работают люди, та же самая полицейские участки, да. Ну, как мы можем думать о том, что хорошие кадры будут приходить в службу МВД, если обстоятельства ужасные, да. Так что средства очень долго не выделялись в нужном объеме, там, конечно, надо выделять больше. Я думаю, что полиция сейчас сама и кадры готовы работать превентивно, не всегда сразу штрафовать, в том числе, если честно, я смотрю тоже на фоторадары, когда предыдущая компания работала, два километра больше, там, 50, да, приходил штраф. Ну, сейчас так уже нет, там уже, ну, все-таки какой-то толерантный спрейс, разумный баланс должен быть. Но если мы смотрим на, как бы, вот, большую систему, тогда, конечно, там много что делать, все требует средства. Сейчас в многих странах новые технологии тоже вникают в МВД, и нам это все надо использовать. Да, мы видим, что уже троны используются, иногда это правильно, да. Да, и министр уже, в принципе, даже предлагал многие решения, так что мы будем поддерживать, с точки зрения, нашей партии, и я надеюсь, что в какой-то кратчайший срок тоже будут изменения в отрасли, где очень-очень долго никто ничего не делал. Рафнемир у нас был в студии, и большое спасибо. Да, спасибо вам. Спасибо.